Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Кузьмина. В Институте геологии и нефтегазовых технологий прошла восьмая международная молодежная научная конференция «Татарстан АПЕКСПРО-2024». Организаторами стали сами студенты, которые уже не первый год проводят такого рода мероприятия. В этом году число участников составляет более 300, среди них студенты КФУ, а также представители ведущих нефтяных компаний, таких как «Газпромнефть». В ходе конференции участники выступили с докладами, в которых подвели итоги своих работ и поделились опытом с коллегами. На самом деле мы смотрели не только, скажем так, стиль написания, правильность написания, но еще смотрели, насколько это актуально нашим нефтяным компаниям. Прежде всего у нас конференция по нефтяной тематике, да, то есть мы, конечно же, ориентируемся на практическую ее значимость. То есть наши ребята после того, как они выступят с докладами, после того, как их оценят наши эксперты, смогут, скажем так, использовать эти данные в своем портфолио и, конечно же, резюме, что, я думаю, является еще дополнительным хорошим подспорьем. 12 апреля состоялся всероссийский научно-практический семинар «Этнокультурное многообразие. Миграция. Образование», который прошел на базе Института психологии и образования Казанского федерального университета. Руководители и специалисты, представители образовательных организаций общего, профессионального, высшего и дополнительного образования обменялись ценным опытом, результатами исследований и практическими наработками ученых, экспертов по проблемам этнокультурного многообразия и миграции в образовании. Представители Казанского федерального университета подчеркнули важность использования разнообразных методов адаптации и обучения, чтобы успешно включить детей с миграционной историей в образовательный процесс. Круглый стол стал площадкой для активного обмена опытом и идеями, способствующими созданию более инклюзивной образовательной среды, где каждый ребенок будет чувствовать себя принятым и поддержанным. Не секрет, что миграционные проблемы достаточно остро стоят для всего мира и для нашей страны на данном этапе. И одним из путей своевременного эффективного решения этих проблем является организация обучения и воспитания детей из семей мигрантов с целью их последующей адаптации и научения ценностям нашего традиционного российского общества. Этот семинар посвящен рассмотрению актуальных вопросов, которых коснулось образования в рамках обучения детей и адаптации детей, имеющих миграционную историю. 12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль «Спутник» с человеком на борту. С тех пор в этот день в России отмечают День космонавтики, а в мире – Международный день полета человека в космос. Как празднуют День космонавтики в Казанском федеральном университете, расскажем далее в сюжете. Ну, поехали! Такими великими словами Юрий Гагарин дал старт изучения космоса во всем мире. В такой памятный день мы отмечаем праздник – День космонавтики. Именно поэтому в Астрономической обсерватории Казанского федерального университета проходит выставка на тему космоса. Казанский федеральный университет является одним из ведущих российских и мировых центров в области астрономии и космической геодезии. Потому День космонавтики для ВУЗа – не просто рядовой праздник. К этому событию в Астрономической обсерватории имени Ангельгарда тщательно готовились. В течение всего дня были организованы экскурсии по обсерватории для всех желающих, во время которого можно было увидеть солнечные часы, старинные и современные телескопы. Как отмечают сотрудники, при ясной погоде с помощью телескопа можно увидеть Луну, звезды и планеты. У нас на территории все объекты, которые исторически есть, они включены в охраняемый список ЮНЕСКО. Я хочу стать астрономом, хочу быть, хочу одной же звездой, хочу исследовать планеты. Я просто хочу помочь людям в том, в чем они бились с Королевым, в чем им помог Циолковский, в чем, за что билась команда Мосгирд, за что вся Россия и Советский Союз, в принципе, могли исследовать космос. В 14 часов свою работу начала выставка детских рисунков и поделок «Удивительный мир космоса». Во время ее торжественного открытия состоялось награждение победителей конкурса. Помимо этого, все гости астрономической обсерватории смогли познакомиться с историей развития Казанской астрономической школы. Ключевым стало выступление директор астрономической обсерватории, профессора кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Юрия Нефедьева. В своей лекции профессор рассказал, как образовалась Вселенная, какие эффекты, связанные с теорией относительности Эйнштейна, наблюдаются в космическом пространстве, а также о том, чем завершится жизнь нашей Вселенной. Надо сказать, этому конкурсу уже очень-очень много лет. Он проводится совместно в музее, в дирекции музеев Казанского университета и Институтом физики астрономической обсерватории имени Ингельгарда. И у нас, я даже не знаю сколько, десятки, сотни посылок, работ, причем из-за границы, из Казахстана, из Узбекистана дети присылают. И вот это придирчивое жюри, которое вот здесь оценивает все эти работы, скажу честно, для меня вот это очень сложная работа оценить. Мне нравится здесь все. Теория – это профессиональное состояние. То есть Вселенная была всегда, и Вселенная всегда и останется вечно. Вторая теория говорит о том, что, в общем-то, Вселенная опять сожмется в точку сингулярности. То есть она расширяется, потом опять сожмется и исчезнет таким образом. И третья теория говорит о том, что она будет вечно расширяться, притом с ускорением, так, с учетом темной энергии. И в конце концов так расширится, что гравитационные силы ослабнут и произойдет большой распад. Отметим, что помимо музеев и выставок в астрономической обсерватории имени Ангельгарда Казанского федерального университета, у всех гостей была возможность посетить планетарий, который оборудован самой современной наблюдательной и проекционной техникой. И ведет образовательную и культурно-просветительскую деятельность в области астрономии, космонавтики и физики. Девьян Кондаков, Адалина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости. Проблема трудоустройства остается актуальной уже не одно десятилетие. В последние годы на это сильно повлияла пандемия. Особенно острый вопрос с работой стоит у молодежи, ведь подобрать то, что тебе по душе, не так-то просто. 12 апреля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел республиканский этап Всероссийской ярмарки трудоустройства для всех желающих. Подробнее о том, как найти работу сегодня и ощущается ли кадровый голод в России, расскажем далее. 12 апреля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел республиканский этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Организаторами мероприятия выступили Центр по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета и Центр занятости населения Казани при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Партнерами ярмарки стали Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата Республики Татарстан и Федерация профсоюзов Республики Татарстан. В «Униксе» собрались не только студенты казанского федерального, но и учащиеся школ, а также более взрослые поколения, ведь никогда не поздно и не рано подбирать для себя профессию, работу, мечты. В нашем мероприятии, на нашей площадке, она является такой главной для Республики, принимает участие порядка ста работодателей, что для нас тоже в плюсе, это и школьники, и студенты, и выпускники, и приглашенные те, кто нуждается в работе. Сейчас мы понимаем с вами, что настал рынок соискателя, и работодатели ищут для себя новые трудовые кадры. В ярмарке вакансий приняли участие более ста предприятий приоритетных отраслей экономики, у которых есть значительная потребность в кадрах, а также образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, безработные и ищущие работу граждане, школьники старших классов, студенты и выпускники. Ярмарка проходит сразу на нескольких этажах комплекса. Работодатели рассказывают посетителям о доступных вакансиях, а некоторые еще и дарят небольшие подарки. На стендовой выставке работодатели презентовали свои организации, актуальные вакансии и условия трудоустройства. Работодатели рассмотрели десятки резюме, провели собеседование прямо на месте и смогли провести эффективную работу по обмену информации с потенциальными кандидатами на должности. Хотелось бы работать в сфере энергетики, потому что там работали и работают мои родители, и в целом мне близка к сердцу физика, и я думаю, у меня сложится с этой профессией. Нам научный руководитель посоветовал прийти, посмотреть на эту компанию, сказал, что они ищут на вакансии студентов, и мы решили прийти. Я сегодня пришла на эту ярмарку, вот мне очень понравилось, потому что вот я сделала тебе цветы, также было много очень интересных вакансий, очень много анкет заполнили, также участвовали в лотереях, в общем, все очень интересно, можно сказать, прям хорошо подготовились, также вот интересно как для подростков, вот я слышала здесь то, что и школьники, для них тоже очень интересно. Ну, наверное, мы бы все хотели что-то найти для души, что было бы полезно, и такие ярмарки особенно полезны, особенно 10-классникам и 11-классникам. Мне кажется, в особенности 10-классникам, поскольку открывается широкий спектр профессий, и нужно понять, что ты действительно хочешь, и не всегда понятно, что из тебя представляет профессия. В целом, очень все классное, мы вот сделали цветочки, помимо этого мы очень много везде где-то участвовали, там призы какие-то получили, пофоткались тоже, но вообще в целом классная ярмарка. Пришел сюда, на эту выставку, чтобы понять, в принципе, куда можно поступить, и для себя выгодное положение, как в учебе, как и в своем будущем. Компании предоставляли возможность потенциальным сотрудникам испытать свои навыки и умения в реальных условиях работы, что помогало им понять, подходит ли данный вид деятельности им или нет. Такой формат мероприятия позволял не только привлечь внимание к вакансиям компании, но и предоставить соискателям ценный опыт и знания о предлагаемой работе. Также компании дарили различные брендированные вещи за заполнение резюме. Аделия Галиулина, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ, Новости. Доцент кафедры регионоведения и цифровой гуманитаристики Института международных отношений Казанского федерального университета, руководитель Латиноамериканского центра КФУ Лилия Иликова выступила на ежегодном собрании Ассоциаций исследователей Ибера Американского мира с докладом, посвященным сотрудничеству Казанского университета со странами Латинской Америки. В начале своего выступления доцент института проинформировала, что сейчас в ВУЗе учатся 178 представителей стран Латинской Америки. Она также подчеркнула, что сейчас представители Института психологии и образования проходят стажировку по проекту «Глобализация и педагогическое образование в странах БРИКС» «Продвижение интеграции университетско-школьных систем в Университете Саракаба» в Бразилии. Отметим, что Институт Латинской Америки Российской Академии Наук – крупнейший в России специализированный центр по изучению Латино-Карибской Америки, который ведет комплексные исследования экономических, социально-политических, международных и культурологических проблем ее государств и народов. В Центре профессионального развития «Дулкин» Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открыт набор на образовательные программы. Пройти обучение смогут студенты, школьники и взрослые. В апреле школьники от 15 лет и взрослые смогут пройти обучение по программе «Видеограф интенсив». Обучение продлится месяц. В мае в Центре стартует дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Оратор», которая позволит развить ораторские способности и навыки ведения переговоров. Программа рассчитана на учащихся старше 18 лет и продлится 2 месяца. В этом же месяце также можно освоить 3D-моделирование интерьера и экстерьера. Пройти обучение могут все желающие старше 16 лет. Курс продлится 4,5 месяца. Курс 2D-графика Art Digital также пройдет в мае и подготовит учащихся к самостоятельному проектированию диджитал-продуктов, необходимых для профессиональной деятельности. Программу могут пройти люди старше 16 лет. Обучение рассчитано на 3 месяца. С мая же стартует и курс арабской каллиграфии. Все желающие старше 16 лет смогут развить творческий потенциал и погрузиться в традиции и красоту древнего искусства. Курс продлится 2 месяца. Кроме этого, открыт набор на летние курсы, ориентированные на абитуриентов. Они помогут подготовиться к творческим экзаменам в ВУЗ и правильно оформить и собрать портфолио. Узнать подробную информацию можно на официальном сайте Казанского федерального университета. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!